Осень для дорожных строителей – горячая пора. Наринмар-Доримстрой приступил к укладке асфальта на территории нового детского сада в микрорайоне авиаторов. В перечне дорожных работ, асфальтирование детской площадки, основного проезда и тротуарных дорожек. Свои обязательства предприятие выполняет точно в срок. На строящемся объекте побывала наша съемочная группа. Четвертый день работники ДРСУ трудятся на территории строящегося детского сада в микрорайоне авиаторов. Под асфальт уже закатана детская площадка, нижним выравнивающим слоем покрыт основной проезд. На объекте работают 8 человек – машинист асфальтоукладчика, два оператора, трое дорожных рабочих и два машиниста катка. В строительстве задействовали работников предприятия из числа местных жителей – тех, кто прошел курсы в многофункциональном центре «Лидер» и повысил свою квалификацию. Бригада по укладке асфальтобетонной смеси была собрана из числа местных жителей, из числа постоянных работников нашего ДРСУ. Люди – непрофессионалы, которых обучили. И сейчас они занимаются укладкой асфальтобетонной смеси. Опыт набирается, опыт приходит с годами. Верхний слой толщиной 4 сантиметра дорожники уложат после завершения всех строительных работ на объекте. Внутри здания сегодня заканчивают внутреннюю отделку, устройство инженерных сетей и сантехники. Снаружи продолжается благоустройство. В стадии завершения – монтаж детских площадок. На очереди – устройство травмобезопасного покрытия. В ближайшее время работники ДРСУ закончат строительство тротуарных дорожек. Надо отдать должное на ремешком ДРСУ. Вырывает срок, хорошо вытягивает. Справились с площадками, заканчивают асфальтирование проездов. В общем, планируем, наверное, на этой неделе общий конвуз закончить по асфальту, по работам. Были риски с сезоном и с большим объемом работы ДРСУ. В своей очереди на выполнение работ ждет и чистый город. Предприятию предстоит провести озеленение и придать территории детского сада законченный вид. По словам представителя подрядчика СМУ «Краснодар», руководителя проекта Алексея Левченко, к концу сентября объект будет готов к сдаче в эксплуатацию. Напомню, на сегодняшний день просрочка по контракту составляет 15 дней. Объект должны были сдать не позднее 20 августа. У нас был август, сейчас сентябрь. Да, есть небольшой сдвиг. Ну вот логистика подвела. Навигация как морская, так и речная. Поэтому, ну, упущенное наверстываем. После сдачи объекта в эксплуатацию в новое здание переедут два дошкольных образовательных учреждения «Ромашка» и «Родничок». Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова